Всем привет, с вами Голодный, и мы продолжаем проходить Demon's Souls, и как я говорил в прошлой серии, у меня дилемма, либо мне дальше проходить Обелиск Теней, либо вернуться в Болитарию, чтобы пополнить Нексус еще двумя НПС. Я все-таки склоняюсь за Болитарию, но давайте перед этим посетим Кузню и догрейдим наш Огненный Меч до плюс пяти, а также магический Фальшион, насколько хватит камней. И я добежал до торговца локации 2.2, чтобы апгрейдить Огненный Меч до пятого уровня, мне не хватало шесть обычных осколков Драконио Камня. Пока я сюда бежал, мне выпало три, и три мне осталось докупить. И теперь можно направляться в Кузницу. Да, как же все-таки неудобно. Сделано в старых играх серии Souls, что все разбросано в разных частях мира. Так, лучше мне мой Драконий Длинный Меч до плюс пяти. Да, мне хватает. Как раз шесть есть. Все, у нас есть Драконий Длинный Меч плюс пять. Это максимум, что можно с него выжить. Также можно еще погрейдить Фальшион полумесяца. Блин, а у меня не хватает душ. Секундочку. И нам хватает только улучшить Фальшион до плюс три. Чтобы улучшить до плюс четыре, нужно еще пять осколков Камня Лунной Тени. Да, апгрейды здесь сделаны тоже через одно место. Постоянно необходимы вот эти маленькие камни в огромных количествах. Кстати, кто не знает, за души здесь также можно выковать уникальное оружие. Так, давайте сначала все починим. Но, если посмотреть, так просто ничего выковать он не предлагает. И для того, чтобы кузнец Эд выковал легендарное оружие, нужно помимо души принести ему еще и определенное оружие, прокачанное до определенного уровня. Подобная хрень была в первом Дарк Соулсе. Потом от нее, слава богу, отказались. К сожалению, у меня сейчас ничего подходящего с собой нет. Мне нужно идти в свой схрон и там брать какие-нибудь мечи, пики. По-моему, чтобы сделать копье фаланги, нужна пика, прокачанная даже до седьмого уровня. Ну, займемся этим как-нибудь в другой серии. Но сейчас давайте вернемся в Балетарию. Давайте только перед этим, наверное, сменим... ...наше заклинание. Да, отражение, конечно, хорошее заклинание, но сжирает аж целых две ячейки памяти. Поэтому давайте пока поставим просто защиту и луч души. Вернемся в Балетарию во внутренние покои. В комментариях под прошлым видео мне написали, что фармить души все-таки лучше в локации 4.4, а не 4.2. И на самом деле, да, так и есть. Лучше фармить души в локации 4.4, но только до нее еще нужно сначала дойти. Поэтому я предложил как промежуточный вариант подфармить немного душ в локации 4.2. Также по поводу фарма травы. Мне написали, что обязательно ее покупать, можно ее фармить. А фармить ее можно вот прямо здесь и от этого костра, от этого обелиска. Если вернуться сюда назад, то здесь стоят два рыцаря, которые дают траву полуния. Но эта трава очень слабая, поэтому... Фармить ее, как мне кажется, не очень целесообразно. Если вы все-таки пройдете полностью локацию 4 и откроете более жирный фарм душ, то реально по-моему по времени быстрее эту траву покупать у лоскутика на фарме в душе. Немножко сняли жизни, давайте перезапустим локацию. Если вы убили хотя бы одного великого демона, то эти врата откроются перед вами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И нас встречает гнусный прыщавый чиновник. Проблема еще в том, как я говорил в предыдущей серии... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, в этих перевозках перевозят диких собак, либо волков. Слава богу, здесь дверь не открывается, они не выпрыгивают. Вот, вроде как торчит отличный рыцарский меч, почему бы его не взять? У меня, кстати, такого нет еще. И здесь у нас есть такой вот закуток. Но, к сожалению, здесь дверь заперта, и открыть мы пока что не можем. Это место мне прям что-то напоминает. Замок Лотрика. Здесь осторожнее, будет небольшая ловушка. Ну, чтобы в нее попасть, нужно быть, я не знаю, совсем каким-то слоупоком, либо просто стоять к ней спиной. Да, и здесь заскриптованная заставка. Вы не сможете быстрее этого чиновника пробежать через врата. Кто не успел, тот опоздал. И теперь нам придется делать большой крюк, чтобы пробраться на ту сторону. Но зато из этого парня выпал аж камень бесплотных глаз. Этот чиновник нам нужен, так как с него падает последняя часть его сета, шляпа. Вдруг откуда-нибудь возьмись. Так, фальшивон снимает 116, а сколько снимает драконий? Позадись. Ой, что я делаю? Примерно одинаково. Судя по всему, у них просто резист к огню выше, чем от магии. Поэтому, если бы у меня был фальшивон прокачанный до плюс пяти, то я бы явно насил им больше урона. Но отколешься, так и против них намного лучше заходит. Еще жив. Ха, один хп. Ворону бить нельзя, он там снизу. Стрелок, можно его прямо отсюда даже расстрелять из лука. И эта локация опасна тем, что здесь постоянно нападают толпами. И, к тому же, в отличие от солдат из локации 1.1, 1.2, солдаты в 1.3, как вы уже заметили, стали явно прочнее. К тому же, здесь есть еще очень неприятные противники. Здесь можно спуститься по лестнице, либо упасть вниз. Лучше сначала упасть вниз, потому что тогда мы можем взять вот этот предмет. Траву. Здесь также можно упасть еще ниже. Душа. Но здесь будьте осторожны, потому что, во-первых, арбалетчик. А во-вторых, поднимите щит и готовьтесь, что... На вас нападут из тени. Вот эти вот ребята. Да что ж такое-то сегодня оставляем по одному, по два хп. Так. И, по сути, сюда нам и не нужно. Потому что эта лестница как раз нас приводит обратно наверх. Там можно как раз... Там наверху видно еще один предмет. Рукавица синеглазого рыцаря. Здесь сет синеглазого рыцаря я разбросан по всей балетарии. Прям в попу. Сделано еще одно дополнительное отверстие, в котором я не нуждался. Здесь трава новолуния. Отличная трава. Блин, так. Чего я жалею? У меня тоже есть чем пострелять. Да, у маги, конечно, огромный минус, в отличие от луков. Это то, что она очень недальнобойная. Еще одна ловушка с шаром. Пора бы ему же сменить пластинку, что ли. Делать ее как-то менее очевидной. Давайте сломаем здесь всю мебель, чтобы было удобнее сражаться. Потому что придется здесь сейчас сражаться. Да, эти имперские шпионы. По-моему, так они называются. Очень опасный фламберг. Ух ты. Хороший дроп. Уникальный большой меч с волнистым клинком. Этот меч, клинок которого наполняет пламя, рвет плоть и вызывает тяжелую кровопотерю. Этим он заслужил себе репутация оружия, раны от которого смертельные. Не содержит, к сожалению, никакого лора. Ну что, ты будешь кидать этот черт в камень? Кого-то там по дороге зацепило. Вообще, этот камень остается опасным, даже после того, как он прокатился. Потому что легко в него загореться. Но этим даже можно пользоваться, заманивая на него противников. Скрытый метательный кинжал. Давайте сначала я тут всех убью. Потому что еще огромный минус этой локации 1-3, это то, что здесь полно очень узеньких коридоров. Иногда даже непонятно, о чем думали гейм-дизайнеры, когда делали такие узкие коридоры в городе, где не могут разойтись даже 2 человека. Скрытый метательный кинжал. Необычный метательный нож. Прицельтесь и бросьте его в цель. Такие ножи причиняют жертву необразимые страдания и часто используются шпионами на королевской службе. У меня же целых 19 травы, убивающие луны. Удивительно, как я еще не перегружен. Что за звуки? Да. Вот о чем я и говорил. За каждым углом прячется... Шпион? А нет, это не шпион. Это обычный арбалетчик. Ничего, не упустил. Вроде все собрано. Здесь у нас последняя подворотня, но будьте осторожны, это опять тяжеловушка. Как только вы пройдете вперед, чтобы взять, типа, этот ценный предмет. Сзади выскакивает опять эта тварь и пытается вас убить. А здесь всего лишь щит дрэглинга. Самый бесполезный щит в игре. Ох, и вот это место, да. Самое ублюдское место в этой локации, наверное. Я рекомендую использовать лук, чтобы облегчить себе жизнь. Можно, конечно, идти на пролом. Можно воспользоваться луком, немного постаряв. Что уже на стрелы как-то очень мало урона, конечно, наносит. Конечно, из меня тот еще лучник. Мне кажется, даже обычной стрелой наносили бы больше урона. Возможно, это все из-за того, что у этих ребят в защиту от огня. Но давайте попробуем белой стрелой пострелять. Смотрим, сколько она сносит. 51, да, белая стрела лучше. Отсюда же можно грохнуть, в принципе, чиновника. Только это, конечно, займет так хрена времени и стрел. Как-то он еще и двигаться начал. А, вон еще один. Он еще сливается с интерьером. Вверху еще ходит. Блин, ну я, конечно, леголаз, еще тот. Видите, сколько там противников. Как только вы туда придете, не все одновременно на вас нападут. В этом вся и проблема. Поэтому, чтобы хоть как-то немного себя облегчить жизнь, можете просто отсюда расставлять. Ладно. Хотя бы стрелков убили, и то хорошо. Еще кто-то стреляет. Так, у меня есть более мощная магия. И здесь есть... Да, здесь есть он. Рыцарь с пламенными... ...красными глазами. Да, одна ошибка. Всего лишь надо было подлечиться. Я был не умер с первого удара. И теперь придется проходить все заново. И вот мы опять здесь. Ну, давайте в этот раз я не буду убивать этих лучников. Тогда можно пока забыть об убийстве красного рыцаря. В той сторожке. Потом мы еще вернемся. Но... К несчастью, этот рыцарь здесь еще и не один. Здесь вас встречает второй такой же. И я все время забываю накладывать на себя защиту. В этом моя беда. Либо нужно надевать какой-нибудь доспех пожирнее. Либо использовать при жестких сватках защиту. Так, заберем свои души. Так, и пойдем разберемся с этими стрелками. Огненный бросок. Либо луч души. Луч души, конечно, круче, но и жрет при этом до хрена. Ух, тут сколько вас тут. Тут еще и шпион. Жердя еще меня приметил. Пришел за мной пробежаться. Но это даже хорошо. Он пришел. К магии у него гигантский резист. 110 я сношу. Вау! Это у него был замах. Да, он еще периодически может кинаться с фаерболом. Тип. Да, эти скребанные чиновники. Тоже используют танец тадуш. Да, снимают просто катастрофически много жизней. Вот поэтому я и не хотел идти в локацию 1.3. Но зато мы получили связку ключей. С этого чиновника. Связка железных ключей, они выглядят одинаковыми. Главное следить, чтобы мне за спину никто здесь не зашел. Здесь эти ребята очень любят это делать. Так, а какие кольца вообще на мне надеты? Идет, идет. Слава богу, один. Огромный плюс в том, что здесь постоянно дают хорошую траву. Можно хоть залечиться. Блин, только у меня жизнь была почти полная. И падать он туда за той вещицей, это означает то, что вам придется оббегать потом все заново. По-моему, там какое-то такое не очень важное барахло лежит. Какой-то расходник, насколько я помню. Так, ну, я в принципе здесь всех убил. Можно вернуться и сходить красноглазым. Нет, еще далеко не всех я тут убил. Еще трой здесь стоит. Так, у меня ароматное кольцо. Что если нам поставить кольцо магической силы? Я совсем забыл, что просто так с лестницы упасть-то и не получится. Наконец-то я начал мага использовать по назначению. Постоянно свечом, свечом. О, в ту сторону, куда-то я прыгнул. И ты здесь. Фух. Еще бы один удар, и мне был бы конец. Пока. Пока. Так, интересно, отсюда я смогу достать Красного Рыцаря? Я думаю, вряд ли. Возможно, какие-нибудь отравленные стрелы здесь бы вообще отлично зашли. Чтобы их купить, нужно идти в ненавистную, но и пятую локацию. Да, это как раз вот мы находимся над началом этой локации. Перед вратами. Вот это вот меня больше всего бесит. Что нельзя взять и скуркнуться вниз, если тут есть гребаная лестница. Ладно, вернемся назад. Давайте я все-таки защиту включу. Я уже, как только слышу, то дыхание у меня аж не по себе становится. Еще и защиту. Ой. Ну еще там помощник. Что это, воткнулся почка, черт вот. Мана закончилась. Трава полнолуния. Так, здесь что-то, что перевешивает меня. Ну, наверное, травушки хотя бы половину надо выложить. Траву в переиздании-то очень сильно утяжелили. Это я вообще выложил. Огромный топор. Массивный топор. По широте применение не уступает обычному топору. Его удар избивает врагов с ног, но для того, чтобы его поднять, требуется огромная сила. По-моему, подобный топор я уже находил. О, ты здесь откуда вообще? Ой. Да, что-то я в кнопках уже запутался. Он меня как-то врасплох застал. Забыл я про него. Какой он? Плесневый хлеб, сыр. Видно, что здесь давно уже еда никому не нужна. Здесь кто-то забаррегардировался. Это никто иной, как наш торгуец. Третий раз мы его уже встречаем. Ааа, мы снова встретимся. Факция это. Надеюсь, ты найдешь что-то, что тебе подходит. О, ты корень. Он умер, как остальные. Или, может быть, он умер в первом месте. Я никогда не могу сказать с этими эксцентриками оффами. Это конец Грэйт Болитария, как мы знаем, в храме. Тем не менее, демоны не отправят нас. Ну, ничего нового особо полезного, но не сказал, что король спятил. Это и так было, наверное, всем понятно. И он просто стало скучно, ребят. Так, я не помню, есть ли у меня короткое копье. По-моему, есть. Я как раз хотел его купить, чтобы сделать уникальное оружие. Вот, кстати, клеймор. По-моему, клеймор там торчал из мертвого тела. Стоит 6 тысяч. А, еще есть меч рыцаря, тоже похож. Немного отличается. Прямой меч Болитарских рыцарей, символизирующий верность королю. Выкованный железо каменного клыка, что делает его тяжелее и опаснее обычных прямых мечей. Блин, в серии Солс постоянно есть какой-то определенный крутой материал, типа валерийской стали, из которой обычно делают какую-нибудь броню, либо оружие. Рыцарский щит. Щит Болитарских рыцарей, символизирующий верность королю. Изготовлен из железа каменного клыка, что делает его тяжелее и прочнее обычных металлических щитов. Полукруглый топор. Большой топор с длинной рукоятью и серповидным лезвием. Такие носят тучные чиновники с жуткими ухмылками. Его тяжесть свидетельствует о нечеловеческой силе чиновников. Кто сказал, что эти чиновники вообще люди? Здесь у нас еще один предмет. Это огромный меч. Гигантский меч, напоминающий обычные прямые мечи. Довольно универсален, но для того, чтобы его поднять, нужна нечеловеческая сила. Удары этого тяжелого оружия отбрасывают врагов. Раньше его использовал Бьер из клыков-близнецов. Блин, везде описывают Бьер, как будто бы его уже тут и нет. На самом деле... Бьер жив-здоров. Так, ну тут предметы я пока специально не брал. Собачатина кричат. Блин, не знаю, брать его или нет. Где он тут? Придется потом все бегать. Ну ладно, отбегу уж так и быть. Ради чего? Ради души великого героя. Да, неплохо дает душ, но при этом... Выбраться теперь отсюда не получится. Единственный вариант... Это спорить вниз. И бегать всю эту локацию заново. Ну что ж, я все бежал. Благо врагов убивать заново не нужно. Пока бежал, много думал о том, насколько же все-таки много наработок было взято с Demon's Souls в последующих частях Dark Souls. И в части лора, и в части персонажей, и вообще всего. И опять очередная... Нелепая ловушка. Даже тот же самый расхититель гробниц, которого запер лоскутик, подобная ситуация встречается в Dark Souls 2. Там, где Пейт... Ну, Пейт и Dark Souls 2, это тот же самый замаскированный лоскутик, запирает... Крейтона. Да, колючие атаки против рыцарей. Вообще отлично заходит. Просто два удара, два тычка, и все. Ну, конечно, меч у меня непростой. Ну, все же. Опять лучники. Давайте наголбуем за защиту. Греха подальше, а то не хватало еще здесь в самом конце сдохнуть перед самым шорткатом. Да, в этой локации прям очень сильно спасает шорткат. Если бы и здесь его не было, как в четвертой локации, это была бы полная хрень. Ну, и стоит заметить, что сама локация, конечно, намного больше, чем 4-1 или 4-2. Что-то какие-то странные. Это развеялась моя магия. Блин, маны не хватает. Не знаю, сколько этот щит защищает, конечно, отстрел, но по идее он должен защищать от стрела, что все-таки физический урон. Так, а... наверх. Как-то забраться-то. А, да. Телепошарый. Этот путь, да, тоже очень сильно похож на путь в замок Лотрика к двум братьям. Нам пока что он не нужен. Мы не пойдем к боссу этой локации. Мы взяли связку ключей. Готовы продвинуться немного дальше. Здесь много... Нет! Живи! Нет, все-таки я, похоже, не выжил. Живем лекарства. Ненавижу этих кунг лао. Фух. Живем траву, живем траву. Все-таки надо... Как-то более было аккуратно, конечно. Было очень некрасиво сюда вот так вот наглую спрыгивать. Ну ладно, что сделаем, то сделано. Да, этот обычный щит, конечно, он не так сильно помогает, как более продвинутый, который занимал две ячейки. Возможно, надо было взять именно его вместо магии огня. И... вот здесь будет очень интересный, важный момент. Желательно убить этого чиновника где-нибудь подальше от врат. Чтобы не запороть один важный квест. забираем у него шляпу. и открываем как можно быстрее эту дверь. Потому что тут гребаный острова опять попал в неприятности. Если вовремя его не вытащить, то эти два красноглазых его быстро окучат. еще пехотинец откуда вылез. Трава, 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 кругом трава. Не особо помогает эта трава, блин. По сути, два-три удара и я все равно труп. Откуда он вообще свалился здесь? Ну что ж, мы в очередной раз его спасли. Слава богу, он тут зашкирился и не пошел дальше геройствовать. Что-то он мне дал. Чистый слетовый камень. Мой отец, король, ждет меня. То есть он есть никто иной, как сын Аланта. И очень странно, что он пошел туда. Эй, Астрала, мне кажется, замок с твоим отцом там, нет? Может быть, так даже лучше. Так, и мы взяли связку ключей. И многие, наверное, могли подумать, что это ключи как раз вот этой двери, но нет. Эта связка ключей подходит к другой двери. К ней мы уже подходили. Возможно, многие уже забыли. Но эта дверь находится вон, примерно там. Но давайте для начала на всякий случай вернемся в Nexus, чтобы наш острова засейвился и не сдох где-нибудь по дороге. Все, острова здесь, мы счастливы. Можем с ним поговорить. ничего нового нам не сообщает. Можно починить оружие. Потратим души. Давайте возьмем что-ли жизни. вернемся обратно. обратно. Мы нашли связку ключей от тюремных камер. и как раз вот та сама дверь я показывал. Эта дверь открывает темницу. храник оу ни хренаж себе сколько жизни прокачивает снимают практически всю полосу одним заклинанием трава новолуния и окровавленный железный ключ. Находим еще один ключ. фиксированный дроп чиновника тяжелый железный ключ покрытый запекшейся кровью. Здесь также можно при помощи связки ключей открыть все камеры. В некоторых что-то лежит. Некоторых ничего не лежит. Но в некоторых даже кто-то сидит. и как бы вы думали кто это ? Кто был там? Ах, ты убил этого крови он меня слагар . Мой Беор, адрес Твин Фанг Болитария я благодарю вам. Вы получили достойную победу. А мы не Ну, а это уже чистый Зигвард во плоти. По-моему, даже озвучивает тот же самый актер. Он постоянно засыпает. Здесь еще один есть полезный предмет. Ящерка, которую желательно бы убить. Большой скулок твердого камня. В конце туннеля у нас решетка. Мы уже были с другой стороны. Здесь раньше на этом ящике сидел торговец. Я еще говорил, что там вон лежит предмет, который пока мы взять не можем. Вот мы как раз его можем взять, но только, к сожалению, он к нам не лезет. Ну, давайте выложим всякое тяжелое барахло. Это башенный щит. Башенный щит – исполинский щит, принадлежащий рыцарю башни. Одному из героев Балетарии. Говорят, этот щит оберегает от зла, но он такой тяжелый, что поднять его почти невозможно. Считается самым большим щитом в мире. Вес 30. Что этот огромный щит делал у этого хилого тела? Темных духов этой троицы мы еще встретим. Рицаря башни, фалангу, которую зовут Улан или Улан. И Митаса. Ну, Митаса в демонической форме мы еще не встречали. Да, я не хочу даже к вам подходить. Да, мы же нашли окровавленный ключ. И теперь как раз мы можем открыть путь в башне, где заточили и мучают Юрию. Но для начала я вам покажу один секретный проход. И секретную дверь, которой не было в оригинале игры. Идем. Ух. Я же испугался. Она заперта. Как ее открыть? Да, сложно ее открыть. В оригинале этой двери не было. И чтобы ее открыть, нужно найти, по-моему, 28 определенных монет. Которые потом нужно обменять у воронят. Которые дадут ключ от этой двери. За это не дают никакой трофеи. И за этой дверью... Лежит не что иное, как сет Митаса, Пенетратора. Не знаю, стоит ли оно того. Но кто хочет собрать все сеты, брони и тому подобное. То, думаю, что, наверное, стоит. Сет выглядит достаточно прикольно. И это путь к Юрии. Но есть один интересный момент. Раньше в оригинале хватало только шляпы чиновника, чтобы пройти к Юрии. Теперь, чтобы нам опустил лестницу чиновник, который находится сверху и охраняет ее, нам нужен весь сет чиновника, которого, к сожалению, у меня сейчас с собой нет. Он у меня лежит на складе. И поэтому, да, я рановато сюда пришел. Но то, что я сюда пришел, есть небольшой плюс. Сейчас я вернусь в Нексус. Сними эту шапку, я не могу смотреть на твою довольную физиономию. Все, отпустило. У нас в Нексусе появился Бьор. Теперь можно с ним поговорить. Этого не может быть, потому что не может быть. Но на самом деле, Бьор очень искренне верит, что король Оланд не мог привести такую беду в Алитарию. Ты найдешь Ориона? Смотри на него. И скажи ему, чтобы вернуться к Нексусу сразу. И Бьор, из Твин Фангс, будет смотреть на его господи. Ориона? Бьор? Точно Ориона? Эй, Астрава! Да ты точно Астрава? Может, ты все-таки Ориона? Мне кажется, кто-то что-то тут не договаривает. И, скорее всего, истинное имя Астравы все-таки Ориона. Но, к сожалению, мы от Астравы не дочтемся никакого внятного диалога. Может быть, в нашем роде, мы увидим. Мой брат в армии, Валифакс из Твин Фангс, был мертвый и мощный князь. Но, как я, он был мастер больше, чем мечта. Валифакс' мозг был крепче, чем моих учеников. Да, Валифакс пал. И, возможно, был предан самим королем. Странно, но, к сожалению, он не говорит все диалоги, которые бы я хотел видеть. Ведь, видать, все-таки мне нужно было зайти в башню, где охраняют Юрию. Он мне сказал дополнительный диалог. Либо, возможно, нужно сгонять палитарию и вернуться обратно. Иногда не совсем понятно, как генерятся новые диалоги у NPC. Окей, ладно, ради этого диалога я все-таки сбегаю еще раз до башни. И вот эта башня. Там наверху стоит чиновник, который должен опустить вот эту лестницу после того, как увидит другого чиновника. Здесь также можно поднять кольцо проклятых и кольцо магической природы. И здесь у нас мертвые женщины. И страшно представить, что они с ними делали. Тонкое золотое кольцо в виде змеи делает владельца привлекательной целью для врагов. Когда-то такие кольца надевали на преступников, делая их мишенью для побоев и вблевков. Да, если вы хотите дополнительного экстрима, то оденьте это кольцо, как говорится. Кольцо магической природы. Это ледяное кольцо позволяет запомнить больше магических заклинаний. Согласно легенде, с такими кольцами рождаются проклятые ведьмы. Суеверные дикари бегут от них, как от чумы. Которая позволяет увеличить количество ячеек для заклинаний. Просто шапки теперь здесь не хватает. Что-то теперь можно возвращаться на Нексус. Похоже, я что-то реально не понимаю. Так и не получилось у меня выбить из него признание. Ну да ладно, возможно я выйду из игры, потом обратно войду. И он даст нам намек, где держат Юрию. Ну а с вами был Голодный. И увидимся с вами в следующей серии. Да хватит уже смотреть на этого Астраву. Или как его там на самом деле зовут. И я посмотрю под видео. И THAT'S БО 씁